Значит, мы продолжаем изучать всякие разные истории, связанные с пределами последовательностей и вообще со свойствами последовательностей. Но, прямо скажем, сегодня, кажется, будет последняя лекция на эту тему. И это лекция про подпоследовательность и предельные точки и терема Бальзана-Верштрасса. Значит, подпоследовательности, предельные точки и терема Бальзана-Верштрасса. Давайте я напомню, вы с этим понятием уже сталкивались, что бывает такая штука, как подпоследовательность. Значит, если у вас есть последовательность, допустим, A1, A2, A3 и так далее, вы можете из нее выбрать какое-то количество элементов. То есть не какое-то количество, а обязательно бесконечное количество элементов. Но сказать, что вот этот элемент, вот этот элемент, вот этот элемент, вот этот элемент и так далее. Значит, вы отправляете в новую последовательность. Создаете новую последовательность, допустим, b1, b2, b3 и так далее, которая состоит из элементов какой-то другой последовательности. И вот эта штука называется подпоследовательностью. Это подпоследовательность последовательности a. Формально это означает следующее, что для того, чтобы задать подпоследовательность, вам нужно задать номера тех элементов, которые вы в эту подпоследовательность помещаете. Номера тех элементов исходной последовательности, которые вы записываете в новую последовательность. Причем здесь порядок следования элементов сохраняется, то есть вам нужно перечислять эти элементы по порядку, То есть, например, третий элемент должен идти после первого, если он есть. И их должно быть обязательно бесконечно много. То есть это означает, что из вот этих номеров можно сложить свою последовательность, это будет некоторая последовательность натуральных чисел. И это означает, что можно написать так. Можно сказать, что вот у нас есть последовательность. Значит, у нас есть какая-то последовательность NKT. Значит, NKT — это некоторая возрастающая последовательность. И все NKT натуральны. И тогда можно определить последовательность, можно определить подпоследовательность таким образом. BNKT есть AKT. Наоборот. BKT есть ANKT. Значит, это способ задать подпоследовательность. Ну, или обреление подпоследовательности. Значит, мы сталкивались уже с подпоследовательностями. Например, в семинаре в каком-то была задачка, которая обсуждала связь пределов последовательности с пределом подпоследовательности. В домашке была пятая задача, в первой домашке, которая была как раз про это, хоть там не было такого слова, но вы могли заметить, что эта задача как раз на эту тему. Сейчас мы поговорим чуть-чуть поподробнее про подпоследовательности и, в частности, про их пределы. Я напомню, что между последовательностью и ее подпоследовательностями есть такая связь, что подпоследовательности, как правило, наследуют свойства последовательности. Давайте я напишу такое утверждение, что если последовательность АНТ, например, возрастает или убывает или не возрастает в одно слово. То есть не строго убывает или не убывает. Или если последовательность АНТ, например, ограничена сверху, или она ограничена снизу, или она просто ограничена, или если она имеет предел. То любая ее подпоследовательность обладает тем же свойством. Какую-то часть этого утверждения вы доказывали на семинаре, в частности, утверждение про предел, про то, что предел подпоследовательности совпадает с пределом последовательности. Это была такая задачка семинарская. Ну, остальные утверждения довольно простые, я сейчас не буду их доказывать. Значит, хорошее упражнение – это доказать все эти утверждения. Самое сложное из них – это вот это утверждение про предел, обсуждалось на семинаре. Верно ли обратное? Верно ли, например, что если подпоследовательность, некоторые последовательности, скажем, ограничена, то и вся последовательность тоже ограничена? Значит, если как бы наследование в обратную сторону, можно ли из свойств подпоследовательности делать какое-то утро свойство последовательности? Ну, то есть непонятно, поскольку я не сказал, какие конкретные свойства, то непонятно. Но вот конкретно эти свойства, конкретно вот эти свойства, они в обратную сторону не работают. Например, легко придумать пример какой-нибудь последовательности, скажем, у вас может быть последовательность неограничена, скажем, она может вести себя как-нибудь вот так. Значит, элементы, есть, скажем, четные элементы равны нулю, а нечетные элементы все время возрастают. Вот. И у этой последовательности можно выбрать подпоследовательность, которая будет ограничена, но при этом последовательность вся целиком не будет ограничена. Вот. В общем, короче говоря, в обратную сторону это неправда, хотя можно придумать какие-то свойства, которые будут верны в обратную сторону. Но, по крайней мере, эти свойства в обратную сторону не распространяются. Значит, может ли подпоследовательность быть конечной? Состоять из конечного количества элементов? Нет, не может, потому что мы явно определяем подпоследовательность таким образом, что подпоследовательность, как бы это вот такая штука, что мы выбираем возрастающую последовательность номеров, обязательно возрастающую и бесконечную, точно так же, как любая последовательность. И мы создаем новую последовательность путем выбора из исходной последовательности элементов с вот этими номерами. Поскольку здесь бесконечное количество номеров, и они не повторяются, они обязательно возрастают, Никуда не денется, а последовательность B тоже будет бесконечной, с бесконечным количеством элементов. Значит, тут еще был вопрос, в каком формате самостоятельно. Я пришлю вам на почту вариант такого же типа, как был вариант на семинарах. Вам нужно будет написать его и отправить мне решение, фоточку или скан. Окей, смотрите, получается такая ситуация, что у нас может такое быть, что, например, подпоследовательность имеет предел, а сам последовательность не имеет предел. Бывает такое, что подпоследовательность имеет предел, а сама последовательность нет. Можете привести какой-нибудь пример? Так что подпоследовательность имела предел, а последовательность нет. Минус один в степени N. Минус один в степени N, да, наш один из любимых примеров. Если нужно привести пример какой-нибудь последовательности, которая имеет какие-то странные свойства по отношению к пределам, то минус один в степени N – это хороший пример. Значит, действительно, минус один в степени N. Давайте я построю график. Значит, видно, что у нее можно выбрать подпоследовательность имеющую предел. Например, это подпоследовательность, которая состоит из всех элементов с нечетными номерами. Или, наоборот, подпоследовательность, которая состоит из всех элементов с четными номерами. И у подпоследовательности предел будет, потому что это просто постоянная последовательность. А у всей последовательности, как мы доказывали, предела не будет. Причем, заметьте, что я могу выбирать подпоследовательность разными способами и получать разные пределы. Вот в этом случае пределы подпоследовательности на самом деле имеют некоторое специальное название. Давайте я дам определение предельной точкой. Последовательность АН называется предел какой-то из ее подпоследовательностей. НКТ. Например, в этом случае, в случае с последовательностью минус единицы в степени n, у нас есть две предельные точки. Это единица и минус единица. НКТ. 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 То есть вот такое у нас множество предельных точек. Ну и, собственно говоря, сегодня мы поговорим поподробнее про предельные точки. Но давайте я такой вопрос задам. Значит, мы уже выяснили, что бывают последовательности, у которых нет предела, но есть предельные точки. А бывают последовательности, у которых нет предельных точек? Значит, можете привести пример последовательности беспредельных точек? Да, отличная последовательность. АНТ равняется n. О, синус n – это хороший вопрос. Значит, является ли последовательность синус n последовательностью беспредельных точек? Значит, на эту тему есть задачка в семинарском листачке. Но, значит, есть у нее предельные точки или нет, это очень хороший вопрос. Значит, ну вот, по крайней мере, про последовательность АНТ равно n. Я думаю, все согласны с тем, что у нее нет никаких предельных точек. Ну, почему это так? Ну, потому что это такая последовательность, которая бесконечно возрастает, она стремится к бесконечности. Соответственно, никаких предельных точек у нее нет, просто потому что любая ее подпоследовательность тоже будет стремиться к бесконечности. Значит, легко это увидеть. Да, надо сказать, что когда говорят про предельные точки, имеют в виду, конечно, опять же, как обычно, имеется в виду, что это какое-то конкретное конечное число. Значит, давайте я напишу предел, конечный. Ну, то есть, можно в какой-то ситуации говорить, что бесконечность является предельной точкой нашей последовательности, но это тогда нужно обговаривать отдельно, что мы вводим бесконечность в множество тех точек, которые мы рассматриваем. По умолчанию всегда, когда говорят о том, что что-то существует, существует предел, существует предельная точка, это какое-то вещественное число. Хорошо. Ну, вот про последовательность ant равно n. Все примерно понятно. Она не является ограниченной. И, в общем, в то, что последовательность, в то, что бывает неограниченная последовательность беспредельных точек, я готов поверить. Значит, вот такая последовательность бывает. А есть ли последовательность, есть ли ограниченная последовательность беспредельных точек? значит покупаю ограниченные последовательности беспредельных точек кто готов продать так сергей считаешь таких нет но но что плохо искали так данил тоже считает что лет хорошо остальные пока придумывают ну что ну какой-нибудь последовательность ограничены и беспредельных точек единицы деленное на н вот смотрите н идиница делённая не то что выделено предельные точки м есть предел очевидно что придел является придệ любой точкой потому что вы можете в качестве подпоследовательный взять всю последовательность какая есть поэтому последовательности единиц вн она не подходит есть пределные точки n квадрат не подходит я хотел ограниченную Так, ну вот, Сергей знает, Сергей все проспойлерил, значит, из любой ограниченной можно построить сходящуюся последовательность. Так, а Илья, в свою очередь, попробовал построить последовательность, но не знает, какую функцию описать. Илья, ну можете словами описать, как это последовательность должна выглядеть, можно голосом. Так, ну что, я все еще покупаю ограниченные последовательности. Ага, хорошо, я передумал. Значит, все еще покупаю ограниченные последовательности беспредельных точек. Ну как это бывает на аукционах? На аукционах обычно продают, кажется, так, по счету, раз, два, три. А может нам сказать, что последовательность, которую вы говорили, на лекции, где перебирали все рациональные числа? То есть, получается, от нуля до одного выбирать? Значит, все рациональные числа, все рациональные числа. От нуля до одного в плане? От нуля до одного. Все рациональные числа от нуля до одного. Можно, и если вы будете так делать, то интересный вопрос о том, какие числа будут предельными точками. Например, если вы будете перебирать все рациональные числа, то это означает, допустим, что мы перебираем как-то все рациональные числа на отрезке от нуля до одного. Это означает, например, что нам нужно будет в какой-то момент выбрать какую-то точку, которая лежит вот в такой окрестности. Вот мы ее выберем. Значит, она должна быть находиться в нашей последовательности. Вот какая-то рациональная точка, которая лежит на этом отрезке. А потом я скажу, что давайте мы теперь выберем какую-то рациональную точку. А, сейчас не видно, что я рисую. Да, у меня почему-то отвалился экран. Сейчас, секунду. Так, а, все, вернулся. Значит, вот я нарисовал отрезок от нуля до одного. Я напомню, что поступило предложение в качестве ограниченной последовательности беспредельных точек взять последовательность, которая состоит из всех рациональных чисел от нуля до одного. Я утверждаю, что в этой последовательности есть предельная точка, например, точки 1. Потому что я могу взять какую-нибудь окрестность точки 1. И в этой окрестности обязательно найдется рациональная точка. Она обязательно будет включена в нашу последовательность. А потом я могу взять окрестность поменьше, так, чтобы она не захватывала эту точку. И в этой окрестности тоже найдется точка нашей последовательности. И так далее. Я могу уменьшать мою окрестность каждый раз, так чтобы она не захватывала предыдущую точку. И каждый раз отыскивать в моей последовательности даже не только одну, а просто бесконечное количество рациональных точек. И будет понятно, что можно выбрать подпоследовательность, которая будет стремиться к единице. Так что не покупаю. А в подпоследовательности можно порядок менять или нет? Нет, порядок менять нельзя. Вы уверены, что это сработает? Да, уверен, потому что на каждом интервальчике, на каждой окрестности, есть бесконечное количество рациональных точек, которые включены в вашу последовательность. Да, это правда, но они не друг за другом следуют. А что значит не друг за другом? То есть нам уже нужно какой-то N, после которого у нас будет окрестность. Если мы выбрали какое-то N, ну допустим, допустим у нас окрестность какая-нибудь типа 1 сотая. Ну такую маленькую возьмем. Потом мы берем какое-то число. И следующие элементы после этого числа, они же больше, чем само это число. Ну то есть номер после N, он больше, чем N. Смотрите, я утверждаю следующее, что какую бы я последовательность не выбрал, простите, я утверждаю следующее, что какую бы я здесь окрестность не выбрал, окрестность точки 1, и какой бы хвост моей последовательности я не выбрал, в этом хвосте, начиная с любого элемента, будет бесконечное количество точек, которые лежат в этом отрезке. Поэтому я всегда могу, так сказать, если мне нужно выбрать элемент, который будет больше по номеру, я всегда смогу это сделать, просто потому что их там бесконечно много. Ну да, это какие-то приколы бесконечности опять пошли. Да, они самые. У подпоследовательности ограниченной последовательности, нет, по-моему, не было такой задачи, были какие-то другие задачи, вряд ли бы я дал в качестве семинарской задачи тему сегодняшней лекции, хотя с меня, конечно, снабься. Ну ладно, давайте уже действительно раскроем карты. Значит, есть теорема, которая говорит следующее, что это, собственно говоря, как раз теорема Бальцана-Верштрасса. Значит, и эта теорема говорит, что у любой ограниченной последовательности есть исходящаяся подпоследовательность. То есть это означает, что те самые ограниченные последовательности беспредельных точек, которые я покупал, действительно не существуют в природе, я мог их покупать совершенно безопасно и предлагать за них любую цену. Итак, давайте попробуем доказать эту теорему. Значит, прежде чем я ее буду доказывать, я хочу доказать некоторое вспомогательное утверждение. Оно нам понадобится в дальнейшем. Это так называемая лемма о сходящихся отрезках, о вложенных отрезках. Значит, давайте рассмотрим такое семейство отрезков. Дана последовательность отрезков. Значит, у нас здесь есть и один. В него вложен отрезок и два. В него вложен отрезок и три. И так далее. Значит, каждый и энтой. Или давайте пусть будет и катый. Значит, каждый и катый – это есть отрезок. У него есть левый конец и правый конец. Давайте я буду обозначать левый конец LK, а правый конец RK. Простите, а отрезок – это вообще что вы имеете? Значит, отрезок – это множество таких иксов вещественных, для которых справедливо вот такое неравенство. Вот такая штука. А, кстати, да. Александр провел хорошее рассуждение о том, что у нас была в семинаре задачка под звездочкой о том, что из любой последовательности можно выбрать монотонную подпоследовательность. И дальше при ограниченности к тереме Вершстрассы получается существование предела. Но задачка была под звездочкой, она все-таки довольно сложно доказывается. Хотя это интересный подход. Я про это никогда не думал. Да, спасибо. Действительно получается из той задачки. Окей. Значит, про отрезок ответил я. Значит, вот у нас есть такие отрезки. Значит, по определению отрезка требуется, чтобы правый конец был проверен у конца. И известно, что выполняются вот такие вложения. Значит, И2 вложен в И1, И3 вложен в И2 и так далее. Значит, у нас получается вот такая вот штука. Вот у нас есть какой-то отрезочек первый. Допустим, это у нас будет L1, это R1. В него как-то вложен, может быть, вот так, например, вложен. Второй отрезочек. В него как-то вложен третий отрезочек. Допустим, это L3, R3 и так далее. Значит, значки между И1, И2, И3 – это значок вложения. И2 вложен в И1, И3 вложен в И2 и так далее. Просто теоретика множественного вложения. Вложение как подмножество. Значит, этот значок иногда рисуется просто без вот такой черточки, иногда с такой черточкой. Это один и тот же значок, а не синонимичный. Значит, вот пусть дана такая последовательность отрезков. Утверждается, что существует такое число С, что пересечение всех этих отрезков… Значит, давайте я напишу так, что у нас есть пересечение И1, пересечение с И2, пересечение и так далее. Бесконечное пересечение. Значит, все это пересечение бесконечное состоит из единственной точки. Из точки С. Значит, здесь написано, вот эта штука – это бесконечное пересечение. Значит, оно еще обозначается таким образом. Пересечение по всем К, допустим, от 1 до бесконечности и К. Значит, вот такая лемба. Значит, вот здесь, давайте я еще раз ее скажу. Значит, утверждается утверждение следующее, что если есть последовательность вложенных отрезков, каждый следующий отрезок вложен в предыдущий. А, да, слушайте, я забыл важные условия этой леммы. Значит, так, как я сейчас написал, это неправда. Кто может, кстати, сходу найти ошибку в формулировке? Ну, концы включаются. Ну, если у всех границы совпадают, то это неправда. Да, да, конечно. Значит, на самом деле эти отрезки должны не просто включаться друг в друга, а у них еще и длина должна убывать. Значит, давайте я это добавлю. Сейчас я подниму эту иллюстрацию. Запихну. Значит, предел при К, стремящемся к бесконечности, длины и К, значит, это по определению... Длина отрезка — это по определению просто РК минус ЛК. Разница между его правой и левой границей. Вот эта штука должна стремиться к нулю. Вот если выполняются вот эти два условия, значит, условие вложенности и условие, что длина стремится к нулю, тогда есть единственная точка в пересечении. Значит, написать вместо больше или равно, в смысле вот здесь, или где писать вместо больше или равно? Вот здесь? Так, сейчас. Я вижу единственное больше либо равно. Это в описании вот этой штуки. А, вложенность. Смотрите. Ну, короче, если вас смущает вот эта штука, давайте я так напишу. Это одно и то же. Значит, вот это условие. Сейчас, смотрите, значит, во-первых, обозначение вот здесь. Сейчас стало более понятно, когда я убрал эту черточку. Значит, просто второй отрезок вложен в первый. Значок включения выглядит так. И1 включен в И2. Такой кусок эллипса. Отлично. Значит, да. Про бесконечное пересечение. Ну как, смотрите. Что такое пересечение двух множеств? Это множество тех элементов, которые принадлежат обоим множествам. Что такое бесконечное пересечение? Это множество тех элементов, которые принадлежат всем этим множествам. Значит, давайте я это явно напишу, что вот это бесконечное пересечение – это множество таких x из r, что для всех k x принадлежит и k. Значит, вот что такое бесконечное пересечение. Как бы то же самое, что конечное пересечение, только для бесконечного набора. Так, ну что, формулировка леммы понятна? Нужно ли еще что-то объяснить? Можете прочитать еще раз лему? Значит, лемма гласит следующее, что пусть дана последовательность отрезков, которые устроены так. Значит, у нас последовательность и1, и2, и3, и так далее, и k, и так далее. И это последовательность вложенных отрезков. То есть каждый следующий отрезок вложен в предыдущий. И2 вложен в и1, и3 вложен в и2, и так далее. Это первое условие. Второе условие – длины этих отрезков стремятся к нулю. Тогда утверждается, что все их пересечения, все их бесконечные пересечения – это множество, которое состоит из единственной точки С. Такая точка обязательно найдется, это множество обязательно не пусто, и оно состоит из единственной точки. Сам в себя отрезок вложенным быть не может. Что значит сам в себя отрезок? Непонятно. Вложенность – это свойство, которое касается двух отрезков. Один отрезок вложен в другой. Утверждение и1 вложен в и1 неверно, да? Верно, верно, верно. Это как бы… Но вложенность – это такая нестрогая вложенность. Я поэтому… Вообще, каждое множество является собственным подможеством. Вложенность – это просто в данном случае означает, что каждый следующий отрезок является подможеством предыдущего отрезка. Для всякого множества оно является собственным подможеством. Значит, вот эта прямая – это иллюстрация к условию вложенности, что каждый следующий отрезок является подможеством предыдущего. То есть он как бы лежит внутри, но не обязательно строго внутри. Он может просто совпадать с очередным отрезком. Или я вот специально здесь нарисовал так, что у них, например, концы могут совпадать. То есть у вас не обязательно, чтобы это было каждый раз, чтобы отрезок… Короче говоря, они могут касаться концами. Более того, даже какие-то из этих отрезков могут просто совпадать друг с другом. Так, ну что, едем дальше? Хорошо. А это же, получается, не обязательно бесконечная какая-то последовательность? Если у нас будет какой-то отрезок, который будет совпадать с точкой С? Ну, значит, ну как? Лему что-то утверждает про бесконечное количество отрезков. Значит, вы можете придумать какое-то другое утверждение, которое что-то будет утверждать про конечное количество отрезков. Но Лему утверждает именно про бесконечную последовательность. Но если так оказалось, что в этой бесконечной последовательности один из отрезков просто совпадает с точкой C, но, значит, все остальные будут тоже с ней совпадать просто в силу условий вложенности. Окей? Еще раз вопрос. Получается, с какого-то момента после какого-то N у нас все отрезки будут равны точке C. Нет, совершенно не факт. Нет, совершенно не обязательно. Ну, представьте себе, что у меня, например, такая последовательность отрезков, скажем, допустим, у меня последовательность отрезков и ката равняется, скажем, минус единица, деленная на k, единица, деленная на k. Вот ни один из этих отрезков не является одной точкой. Тем не менее, если я рассмотрю бесконечное пересечение, что у меня будет в этом бесконечном пересечении? У каждого отрезка с конечным номером может быть бесконечно много точек внутри. Теоретически он может совпадать с одной точкой, но может и не совпадать. Значит, для вот этого примера, значит, у меня и ката это отрезок от минус единицы, деленная на k до единицы, деленная на k. Что у него будет в бесконечном пересечении? Точка 0, да. Множко ката состоит из нижней точки 0. Все понятно, я понял. Спасибо. Вот. Смотрите, на самом деле, давайте я еще один пример покажу, который демонстрирует, что это утверждение, оно, ну, как бы, кажется, оно кажется достаточно очевидным. Ну, смотрите, у нас как бы отрезки уменьшаются, 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 но понятно, что в силу вложенности там в серединке будет какая-то одна точка. Но на самом деле это утверждение нетривиально, потому что если я заменю отрезок на интервал, то получится неверное утверждение. Значит, давайте посмотрим. Давайте рассмотрим такую последовательность интервалов. Значит, от 0 до 1 ката. Значит, такая последовательность. 0,1, в него вложена 0,1,2, в него вложена 0,1,3 и так далее. Значит, вопрос. Что будет в пересечении? Аксиом полноты мы сформулировали в тот момент, когда мы сказали, что супрама существует. Это в точности аксиом полноты, Сергей. Смотрите, вот для интервалов, вот если я рассмотрю такую последовательность интервалов, что будет в пересечении? Ничего. Ничего не будет в пересечении. Несмотря на то, что они все друг в друга вложены, из-за того, что у нас это интервалы, то есть неравенство строгое, ни одна точка не будет находиться в пересечении, потому что какая бы точка ни была, вот я возьму любую точку от нуля до чего угодно, рано или поздно найдется интервальчик, который ее перестанет содержать. Единственная точка, которая могла бы претендовать на то, чтобы лежать в пересечении, это самописи точка 0, но она не лежит в пересечении, потому что она не лежит вообще ни в одном из этих интервалов. Поэтому утверждение, вообще говоря, нетривиальное. То, что такая последовательность отрезков содержит общую точку, это некоторый интересный факт. Давайте я все-таки докажу теперь эту лембу. Значит, смотрите, давайте рассмотрим. Вот у меня есть мои отрезки икаты. Я напомню, что это отрезки, у которых левый конец лкаты, а правый конец ркаты. И при этом они вложены. Это означает, что если я возьму отрезок ик плюс первый, значит, это будет лк плюс первый, рк плюс первый, то что это означает? Что означает условие вложенности? Вот у меня есть левый конец, катого отрезка, есть левый конец к плюс первого отрезка, есть правый конец. А одного отрезка есть правый конец другого отрезка. Они упорядочены так, как показано на картинке. Значит, левый конец может сдвигаться только вправо, а правый конец может сдвигаться только влево. Это как раз в точность просто переформулировка условия вложенности. То есть, на самом деле, всегда справедливо такое утверждение, что для всех к, во-первых, значит, у нас всегда левый конец левее правого, ну, по крайней мере, не правее. А во-вторых, верна вот такая вот оценка. Значит, лк меньше либо равняется лк плюс один, меньше либо равняется rk плюс один, меньше либо равняется rk. Ну, между лк плюс один и rk плюс один меньше либо равно. Ну, все едини почему меньше либо равно, а не просто меньше. Потому что две точки могут совпадать. Это корректный отрезок. Значит, в этом нет никакой проблемы. Если вдруг правый конец совпадает с левым, ну, бывает такой отрезок, который называется одна точка. Это тоже корректный отрезок. Вот. Смотрите, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что из-за этого следует, что последовательность ркатах что делает? То есть последовательность ркатах, по крайней мере, значит, это последовательность, которая не строго убывает, не возрастает. А последовательность лкатах наоборот не убывает. А еще они обе ограничены. Ну, просто потому что, например, все правые концы находятся правее, чем, скажем, левый конец первого отрезка. Значит, для всех к ркатах, например, больше либо равняется, чем л1. И для всех к лкатах меньше либо равняется, чем р1. Стало быть, по теореме Верштрассе существует предел. То есть существует пределы. Предел при к стремящемся к бесконечности рката. Давайте я его обозначу через р большого. И предел при к стремящемся к бесконечности лкаты, которые я обозначаю л большого. Вот. Это первое утверждение. Существуют такие пределы. То есть вот эти самые наши последовательности концов к чему-то досходятся. Значит, правда ли, что любой ркаты больше, чем любой литой? Да, это правда. Но, собственно говоря, это можно доказать по индукции, исходя из вот этих вот неравенств. Значит, у нас есть вот такие два предела. Л и р. Дальше я хочу заметить, что значит, я хочу заметить, что на самом деле, что можем сказать про эти точки L и R. На самом деле, они совпадают. Потому что если бы у нас было бы... Потому что у нас есть второе условие в этой лемме, а именно условие о том, что длины должны стремиться к нулю. Если бы длины не стремились к нулю, то это просто бы означало бы, что у нас длина всех отрезочков больше, чем... Значит, если бы L не равнялась бы R, то тогда отрезок от L до R, он на самом деле был бы включен во все наши отрезки. И тогда длина бы этого... длина наших отрезков не могла бы стремиться к нулю. Значит, заметим, что у нас в тереме Верштрассе мы доказывали, что соответствующий предел является либо инфимум, либо супремум для соответствующей последовательности. Поэтому на самом деле у меня R — это есть инфимум всех R-катах, а L — это есть супремум всех L-катах. Ну и в частности, это означает, что длина... Значит, это означает, что для всех K R-k будет больше либо равняться R, L-k будет меньше либо равняться L. И это означает, что разница R-k минус L-k будет больше либо равняться, чем r минус l а с другой стороны у нас по условию эта разность стремится к нулю ну и и дальше просто предельным переходом предельным переходом в неравенствах мы выясняем что вот эта штука обязана равняться нулю потому что она константа то есть эта штука больше либо равна нулю и она равняется нулю значит следовательно r равняется l и на самом деле это и есть наша c ну потому что что мы получили мы получили что у нас есть точка единственная точка которая одновременно является она одновременно является супремумом всех правых супремум всех левых концов и инфимум всех правых концов то есть это означает что c одновременно меньше либо равняется всех эркатах и больше либо равняется в всех L-катах. Но это как раз и означает, что C принадлежит и к атому для всех к. Значит, C включена в бесконечное пересечение. Значит, C принадлежит бесконечному пересечению. Вот. Остается доказать, что в бесконечном пересечении нет других точек, но это делается ровно из вот таких же соображений. Значит, если бы в этом бесконечном пересечении были бы хотя бы две точки, то это бы означало бы, что все отрезки содержат в себе отрезок между этими двумя точками. Но это бы означало бы, что их длины не могут стремиться к нулю. Значит, я еще раз это рассуждение сейчас подробно не проговариваю, но в принципе, это вот ровно то же самое рассуждение, которое вот здесь было. Вот. Ну, вот такое утверждение. Давайте я покажу все доказательства так, чтобы оно было на одном экране. Значит, есть ли вопросы по доказательству Лемма? Давайте, смотрите. Значит, идея такая. У меня есть моя последовательность сложных отрезков. Я рассматриваю отдельно последовательность левых концов и последовательность правых концов. Я утверждаю, что последовательность левых концов не строго возрастает, последовательность правых концов не строго убывает. И та и другая последовательность ограничена. Последовательность левых концов ограничена, например, правым концом первого отрезка, а последовательность правых концов заведомо ограничена левым концом первого отрезка. Это означает, что у них есть пределы. Предел правых концов и предел левых концов. Понятно ли это рассуждение? Хорошо. Дальше. Я утверждаю, что эти два предела на самом деле совпадают, потому что если бы они не совпадали, то тогда бы отрезок между ними был бы включен во все отрезки, просто потому что предел левых концов является супрамовым множеством левых концов. Мы когда доказывали теорему Вейш-страсса, у нас так получалось. А предел правых концов является, наоборот, инфимовым всех правых концов. Значит, если бы L и R были бы разными, то отрезок от L до R содержался бы во всех наших отрезочках, но этого не может быть, потому что длины этих отрезочков стремятся к нулю. Поэтому R большое совпадает с L большое, и вот эта самая штука у нас и называется буквой C. Дальше. Я утверждаю, что вот эта самая C на самом деле принадлежит всем икатам. Ну почему так? Ну потому что у нас она является одновременно супремумом множества всех левых концов, и значит, она больше либо равняется, чем все левые концы. И она же является инфимовым множеством всех правых концов, и значит, она меньше либо равняется, чем все правые концы. Но это означает, что для всех K выполняется вот такое неравенство, и это означает, что для всех K, значит, C принадлежит соответствующему икатаму. Это означает, что C лежит в этом бесконечном пересечении. Ну а ничего другого там лежать не может, на самом деле, потому что, ну ровно потому что R и L именно супремум и инфимум, значит, потому что правый конец подходит к C сколь угодно близко, и левый конец тоже подходит сколь угодно близко. Ну это, в частности, следует из того же рассуждения про то, что если бы там лежало что-то, если бы в бесконечном пересечении лежало бы хотя бы две точки, то это означало бы, что лежал бы и весь отрезок между этими двумя точками, и длины всех наших отрезков были бы отделены от нуля. Отлично. Хорошо. Ну что, едем дальше. Так, смотрите. Давайте. Значит, у меня остается совсем мало времени, с учетом того, что нужно еще самостоятельно провести. Но давайте я все-таки попробую дорассказать теорем Бальца на Верштрассе. Тут, кажется, уже немножко осталось. Значит, давайте вернемся к доказательству теорем Бальца на Верштрассе. Значит, смотрите, пусть у меня есть последовательность АНТ, и пусть она ограничена. Значит, что означает, что она ограничена? Это означает, что существует такое С, что для всех Н, АНТ по модулям меньше С, или что то же самое АНТ принадлежит отрезку от минус С до С. Ну давайте я здесь использую нестрогое неравенство. Значит, вот у нас есть наш отрезок от минус С до С. И вся наша последовательность живет внутри этого отрезка. Дальше я буду строить последовательность вложенных отрезков. Заодно и подпоследовательность. Значит, построим последовательность вложенных отрезков. Значит, мы ее построим таким образом. И первый — это есть вот этот самый наш отрезок от минус С до С, на котором лежит вся последовательность. Дальше я этот отрезок разбиваю на две части. Допустим, просто посередине. Давайте я обозначу одну из этих частей, скажем, и R, а другую из этих частей и L. Я утверждаю, что, по крайней мере, одному из этих отрезков принадлежит бесконечно много членов моей последовательности. Ну, почему это так? Ну, потому что если бы и здесь было конечное число членов последовательности, и здесь было бы конечное число членов последовательности, то у меня всего было бы конечное число членов последовательности. А их бесконечно много. И один представляется в объединении правой и левой половинки, и хотя бы в одной половине есть бесконечно много членов последовательности. То есть понятно вот эта идея, что мы разбиваем пополам отрезок, и, по крайней мере, на одной из этих половинок лежит бесконечно много членов последовательности. Это не означает, что бесконечно много разных точек лежит, точек-то может быть и мало, но членов последовательности бесконечно много. Значит, давайте я скажу, что пусть у меня и второе есть и R, если на и R лежит бесконечно много членов последовательности. Или и 2 равняется и L, иначе. То есть в качестве второго отрезка я выбираю ту из половинок, на котором лежит бесконечно много членов. И дальше я повторю ту же самую процедуру с отрезком и 2. Значит, я теперь и 2 разобью снова пополам. И снова выберу тот из подотрезочков, на котором бесконечно много членов. И обозначу его, ну, допустим, вот здесь у меня был, значит, и 1. Здесь я, допустим, выбрал и R в качестве моего, и 2. Дальше я выбрал какую-то его половинку и обозначил его и третьим, и так далее. Значит, у меня на каждом отрезке, который я строю, бесконечно много членов последовательности. Потому что я их каждый раз так выбираю. Значит, получается последовательность сложных отрезков. И 1 содержит в себе и 2, содержит в себе и 3, и так далее. Их длины каждый раз уменьшаются вдвое. Значит, это просто вот такая штука. Длины стремятся к нулю. И для каждого k на ик там лежит бесконечно много членов. Что тогда? Тогда первое. Существует точка c, которая является пересечением всех наших ишек. Значит, это бесконечное пересечение. Значит, бесконечное пересечение по k от единицы до бесконечности. И k это и есть наша точка c. Я утверждаю, что можно теперь из моей последовательности выбрать подпоследовательность, которая будет стремиться к точке c. А именно. Значит, давайте строить последовательно. Значит, построим подпоследовательность. Значит, давайте скажем, что b первое — это какое-то an первое, которое принадлежит i первому. Значит, это означает, что я из i первого просто выбрал абсолютно любой элемент последовательности. Дальше. b второе — это есть an второе, принадлежащее i второму. И дополнительное условие, что n второе обязательно больше, чем n первое. Значит, почему такое можно выбрать? Почему можно выбрать элемент из i2, у которого номер был бы больше, чем n1? Значит, почему такой элемент обязательно существует? Потому что их там бесконечно много. Да, в i2 бесконечно много элементов. Каким бы ни был n1, все этим n1 не ограничивается. Их там еще бесконечно много. Да. И так далее. Значит, bk плюс 1 лежит в... Значит, это есть a... nk плюс 1. Он лежит в ik там. И nk плюс 1 больше, чем nk. Значит, мы всегда можем так точку выбрать. А почему с ik там? В ik плюс 1 же тоже лежит. В ik плюс 1, да, конечно, в ik плюс 1. Вот. А с другой стороны, смотрите, а с другой стороны, что мы знаем? Мы знаем, что теперь... Мы знаем, что у нас bk лежит в ik там. То есть это означает, что bk меньше либо равняется соответствующего rk и больше либо равняется соответствующего lk. Но и левый, и правый концы этих отрезков стремятся к одной и той же точке c. Ну, значит, и bk тоже стремится к точке c по теореме о двух милиционерах. Ну и все. Так, смотрите, есть ли вопросы по этому доказательству? Оно не то, чтобы было бы сильно сложным, но когда его записываешь, оно как-то немножко страшноватенько выглядит. Давайте, задайте какой-нибудь вопрос. Я пока подготовлюсь к самостоятельной. Можно еще раз проговорить с момента... Ну, вот с чертой. С чертой, ага. Смотрите, чего я утверждаю. Я утверждаю, что у меня по построению все бкаты лежат вот в этих самых моих отрезочках, которые я строил. Но при этом эти отрезочки устроены так, что у них длины уменьшаются, и левый конец стремится к правому концу и стремится к c, к той самой точке. Когда мы доказывали лемма вложенных отрезков, у нас получалось, что у нас последовательность левых концов стремится к c, и последовательность правых концов стремится к c. Поэтому верны вот такие вот пределы. Но бкаты зажаты между ркатом и лкатом. А дальше теорема двух милиционеров говорит, что тогда бкаты тоже стремятся к c. Спасибо, понятно. Так, давайте еще вопросы. То есть, получается, когда мы берем b1 равно an1, принадлежащая и первому, мы не можем взять правый конец, потому что в таком случае мы не сможем взять n2 больше, чем n1. Нет, нет, смотрите, значит, у нас вот эти самые наши b-шки, это всегда просто какие-то элементы последовательности. Но какие они, это совершенно не важно. Я не совсем понял про правый конец. Может ли так оказаться, что b1 оказывается правым концом отрезка i1? Да, я бы... Может, этому ничего не запрещают. А каким образом мы тогда выберем элемент n2 больше, чем n1? Ну так это же номера, это же не сами элементы последовательности, это их номера. Это не а n2 больше, чем а n1, а просто n2 больше, чем n1. Да, я поняла, спасибо. Спасибо. М-м-м. М-м.